Идея организовать женский конкурс у президента Российской Ассоциации Сомелье Алексея Сидорова возникла давно. Всероссийские соревнования за звание лучшего Сомелье России проходят уже 16 лет. За это время всего дважды, более 10 лет назад, становились победительницами девушки. В отборочном туре участвовали не только россиянки, но и жительницы Белоруссии, Украины, Германии и Италии. Так что конкурс неофициально уже окрестили международным. Аналогов в мире нет женского конкурса. Может быть у них и женщин меньше Сомелье, поэтому у нас это большая армия, много девушек, много девушек обучается. В Швеции были какие-то конкурсы, но они не ежегодные, то есть они были на своем каком-то там региональном уровне. Но сейчас нет информации ни в интернете, нигде, ни как президент Ассоциации, общаясь с разными президентами других стран, у них нет этого конкурса. Они в нем не видят, так сказать, может быть, будущего, мало участниц. Традиционно большинство финалистов и победителей конкурса Сомелье – представители Москвы и Санкт-Петербурга. Ведь именно в этих городах находятся сильнейшие винные школы. Единственная участница из Севастополя в полуфинал не прошла. Регионы винодельческие, они должны задавать здесь некий хороший тон. Поэтому Пальма Первенства, конечно, в первую очередь должна быть делегирована в Крым, в Ростовскую область, в Краснодарский край, в другие субъекты федерации, где виноградосты знают не понаслышке. Поддержали конкурс производителей элитного вина Крыма и Севастополя. Эксперты Союза Сомелье России отмечают, что уровень крымского вина за последние два года значительно вырос. История винной традиции в Крыму насчитывает примерно 2500 лет. Я уверен, что такой серьезной исторической традиции нужна и хорошая поддержка со стороны представителей Сомелье, как проводников винной культуры, ну, извините, в массы. Все участницы конкурса как одна утверждают, что в эту простую только на первый взгляд профессию можно попасть исключительно по большой любви. Какое-то время я прожила в Италии, и тогда я поняла, что для меня вино – это вот как любовь с первого взгляда, потому что в России для меня не было возможности настолько его оценить и коснуться ее истории, именно там, где было ее практически зарождение. И, вернувшись уже в Россию, я начала связывать, ну, как бы свою практику, можно сказать, с изучением информации об этом. Я не собиралась становиться Сомелье, я мечтала о том, чтобы стать поваром. И просто в ресторане на тот момент, когда я уже работала, меня так увлек мир вина, и люди, которые им занимаются, что я подумала, что я хочу быть среди них. Я хочу точно так же с горящими глазами рассказывать про вина, про их особенности, гоняться за редкими бутылками. Это очень красиво. Красиво и интересно. Я тянусь ко всему красивому и интересному. Поэтому это такая вот бесконечная история, потому что ты каждый день узнаешь, что ты новый для себя. Ну, не каждый день, конечно, но, во всяком случае, это регулярно происходит. Точно значит, что ты никогда не можешь сказать, что ты все познал до конца. В финал конкурса из 15 девушек попали трое. Дарья Дзуцева из Москвы, Кристина Веселова и Надежда Косенко из Санкт-Петербурга. Девушкам предстояло представить себя, провести презентацию и подачу шампанского, выбрать лучшее гастрономическое сочетание для случайного блюда, распределить вина по содержанию в них сахара, с закрытыми глазами определить литраж и название бутылки спиртного. Самые интересные конкурсы – слепая дегустация, когда на вкус нужно было определить вид вина, год сбора урожая и место его произрастания, а затем на вид и вкус определить три сорта винограда. По итогам всех конкурсов участниц друг от друга отделяли лишь несколько баллов. Хрустальный кубок увезла в Москву Дарья Дзуцева. Профессию сомелье я уже рассказывала в полуфинале, я выбрала потому, во-первых, что эта профессия не имеет возраста. Я уже не молодая девочка и, в общем, эта профессия может заниматься как глубокой, так глубокой старостью. То есть можно познавать, познавать, развиваться, развиваться и этому конца и края нет. Первый всероссийский конкурс сомелье среди девушек, по мнению организаторов, должен дать импульс развития профессии сомелье в Севастополе и в Крыму, что в дальнейшем будет развивать культуру употребления вина в регионе. Надежда Староверова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Анатолий Паньков, Севинформбюро.